Путинская Россия Назначение молодых чиновников на правительственные посты Хитосио Мая Майни Тесимбун, Япония 4 мая 2018 года В последнее время центральное правительство России назначает на посты исполняющих обязанности губернаторов молодых чиновников Тульская область, Новгородская область Примечательно, что выбор падает на 30-летних и 40-летних служащих Я думаю, президенту Путину в регионах также нужны кадры со свежими взглядами Вспоминает под оплеку своего назначения Станислав Воскресенский Который прошлой осенью вступил в должность временной исполняющего обязанности губернатора Ивановской области До этого он был заместителем министра экономического развития России и отвечал за переговоры с Японией Воскресенский, один из тех, кто подготовил 80 экономических соглашений в ходе визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года В России проводятся выборы губернаторов, однако фактически в ходе этих выборов россияне выражают доверие тем в РИА губернаторов, которых назначил Путин Воскресенский, вступив в свою должность, использовал связи и начал привлекать крупные японские торговые компании на российский рынок Ивановская область славится текстильной промышленностью Администрация региона обсуждает возможность сотрудничества с японскими региональными властями Также Воскресенский намерен применить японский опыт в подготовке инфраструктуры Этой весной началась реконструкция железнодорожного вокзала Иванова и главного вестибюля вокзала Я хочу сделать пространство, как это реализовано на Токейском вокзале Чтобы это был не только вокзал, а люди могли проводить там концерты, отдыхать, обедать и так далее, отмечает Воскресенский По его словам, в России нет многоцелевых вокзалов Он относится к этой идее с большим энтузиазмом, поскольку это станет первой попыткой Путин, ставший президентом в 2000 году, привлекал кадры из различных сфер Из разведки, где он служил сам, из родного Санкт-Петербурга, из либералов, съевших собаку на экономике, и так далее Тем не менее сейчас в этой тенденции наметились изменения Примечательно, что Путин, которому исполнилось 65 лет, с одной стороны, отдаляет своих сверстников и коллег по бывшей разведработе, а с другой, привлекает либерально настроенные кадры Костяк будущей власти составит такие либералы, как помощник президента Андрея Белоусов, 59, министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 49, министра экономического развития РФ Максим Орешкин, 35 Эксперты полагают, что Путин хочет подготовить их к реализации таких политических задач, как повышение пенсионного возраста, развитие промышленности и так далее Поскольку пребывание Путину у власти затянулось, он не хочет разочаровывать народ, в связи с чем назначает новых и молодых сотрудников, полагает источник в дипломатических кругах По всей видимости, назначение Воскресенского произошло именно в этом контексте Между тем комментируя назначение Воскресенского, политолог Алексей Мухин отмечает, что Путин решил обкатать подобных ему чиновников в регионах, чтобы они могли набрать опыт именно там, а не в центральном аппарате По мнению политолога, Путин придает важное значение взращиванию кадров следующего поколения В соответствии с Конституцией России президенту запрещено переизбираться на три срока подряд В связи с этим преобладает мнение, что второй срок Путина, который начнется 7 мая, станет его последними шестью годами Есть и другие точки зрения, Путин сохранит бразды правления в своих руках и после отставки Он назначит преемника до окончания срока полномочий и так далее По всей видимости, назначение молодежи и либералов на важные посты станет ключом к следующему этапу Субтитры создавал DimaTorzok